Типичный диалог. Эй, сосед, давай не будем харкать и гадить в подъезде, а? Я не понял, тебе что, наш подъезд не нравится? Мне не нравится в нем грязь, тут бы уборку сделать до ремонта. Какой смысл деньги тратить? Наши люди как гадили, так и будут гадить. Это исторически сложилось. Традиция. Если традиции свинские, может быть надо от них избавиться? Ах ты, вражина! Да как ты смеешь говорить о соседях плохо! Свой дом любить надо, а не нравится! Вали отсюда! Поговорим о патриотизме. В Южно-Сахалинске, конечно же, проходил митинг в поддержку Крыма. И мы, конечно же, о нем написали. Наш молодой журналист Полина Саранчина порассуждала немного о таинственной внезапности крымского вопроса, побеседовала с растерянными студентами, держащими флаги, и отметила, что все это действие как-то очень напоминало хроники о предвоенном Советском Союзе. И, конечно же, нам начали звонить недовольные читатели. Отборным крепким отечественным словцом один из них пытался объяснить, что редакцию, которая имеет наглость озвучивать непопулярное мнение, он более уважать не намерен. И вот что интересно. Попытавшись выяснить, какой именно момент в статье так сильно огорчил нашего земляка, мы пришли к выводу, что вот этот. Со сцены кричали, что мы отмечаем праздник, а в толпе, где кое-где витал запах алкоголя, говорили, запомни этот великий день. Но лично у меня не было ощущения праздника. Если честно, было страшно. Как это не было ощущения праздника? Да вы в своем уме, журналисты, неграмотные! Не было у нее ощущения! Сегодня все патриоты ликуют! Не радуются только злобные враги! Вот так мы покусились на святое. Нет, ну правда. Когда еще наши земляки, изнеможденные постсоветской неразберихой, чувствовали такое единение? Когда проигрывала наша сборная по футболу? Когда еще у них было такое необходимое ощущение принадлежности к большой великой группе, нации, стране? Когда Ельцин поздравлял всех с Новым годом и с новой властью? Чем еще, кем или чем они могли гордиться? Со времен Гагарина как-то было неким. И вот теперь, когда у людей появился наконец-таки повод по-настоящему гордиться страной, империей, мы посмели не разделить всеобщее рякование. История очнулась от литургического сна. История вернула свое историческое прошлое. Ведь Россия – это жемчужина в раковине. Это женщина-украинка, хотя теперь вроде как бывшая. Теперь и она в раковине. А что, собственно, произошло? Откуда вдруг, так внезапно, появилось это величие у страны, с тем же правительством, с тем же уровнем жизни, с той же экономикой. Вот что говорила студентка на митинге. Я поддерживаю, что Крым нужно вернуть. Сколько раз смотрела по телевизору, что хотят там взорвать какую-то трубу, чтобы у нас не было никаких связей. Я не считаю это правильным, потому что они питаются нашим газом и деньгами. То, что сейчас Америка творит, я не понимаю. Простой набор. Злобный враг, собственное благородство и способность что-то отобрать. Та-дам! Гордость готова. И понимать-то действительно ничего не надо. Какая-то труба, какие-то связи, кто-то питается какими-то деньгами, какая-то каша в голове. Но это очень вкусная каша. И взялась она не из ниоткуда. Взялась она, по всей видимости, из телевизора, которому внезапно все поверили. Как там писал Сергей Лукьяненко, «Каждая ложь – это чья-то мечта. Настоящая ложь просто обязана быть красивой. Лишь правда способна позволить себе роскошку родства». Так ведь и правда-то как таковой никто на самом деле не знает. И страна устала от ее вечного поиска. Устала от свободы слова. В огромном вере различных мнений так легко запутаться. Так сложно и неприятно жить, когда никто не подскажет, как правильно думать. Меня зовут Дмитрий Киселев. Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами. Потому что часто это просто агитаторы. Вот даже Киселев понимает, какая журналистика теперь нужна народу. Вырос по умнелча. Кому сдалась наша угнетающая свобода слова? Все эти мерзенькие намеки и сомнения. Когда вон у людей долгожданный праздник. Люди начинают писать. Мы уже сыты демократии. Мы видели ее в марте-октябре 17-го, в 92-м, 93-м году. Спасибо. Мы тут с ребятами поимели наглость выложить в интернете видеоразбор о пропаганде. После этого в комментариях такое началось, что даже как-то стало интересно почитать. Интересно с точки зрения патриотизма. А точнее того, во что превратился этот термин в воспаленных неожиданной гордостью умах. Мысль первая. Великая гордость за способность надавать по мартасам. В комментариях нас обвиняли в отсутствии трепета перед тем фактом, что Россия наконец-таки может показать свою мощь. Отключить кому-нибудь газ, пригрозить кому-нибудь танками и военными кораблями, внушить страх, разбомбить, заставить уважать радиоактивный пепел, вот это все. Что делает ребенок, у которого ничего толком нет? Нет таких же классных игрушек, как у друзей, нет компьютера, как у соседей, таких же успехов в школе, как у одноклассников. Но совершенно нечем похвастаться. Что он делает? Чтобы избавиться от ощущения собственной ничтожности и ощутить собственную значимость. Правильно. Он говорит, а тогда я стану сильным, чтобы меня уважали, и всех их и забью. Нечто подобное происходит сейчас со страной. Патриотизм значит просто убей и наверться. Эта трещина проходит через мое сердце. Пел Борис Гребенщиков, отсылая к мудрости Генри Фагейна. Что правда? Мы не способны дружить просто так. Можем только дружить против кого-то. И без общего врага не способны придумать общих целей. Нам что действительно больше нечем гордиться, кроме способности и готовности отметелить всех, кто вякнет, разбомбить, покалечить, убить. Это очень, очень печально. Мысль вторая. Недопустимость критики. Некоторые комментаторы почему-то считают, что человек, любящий свою страну, никогда не станет критиковать ее президента, депутатов, новые законы, привычки соотечественников. Мол, любите родину, мать вашу. А говорить про нее плохо не надо. Ну что ж, продолжим аналогию. Мамы-то бывают разные. Если человек любит свою маму, значит ли это, что он не будет проводить с ней вразумительные беседы, если она начала, например, слишком много пить или слишком плохо питаться? Разве не постарается остановить, если она начнет жестоко избивать младших детей? Разве любящий ребенок не попытается вразумить маму, которая, спасая соседей из огня, вдруг решает заодно прихватить пару ценных вещей, да еще и документы на чужую квартиру? Мамы бывают разные. Разве детям не бывает иногда за любимую маму стыдно? Нет, братцы, именно любовь зачастую заставляет критиковать, призывать и пытаться остановить. Безразличие на это не способны. Мысль третья. Кто не согласен, тот не русский. Любовь к родине. Многие из тех патриотов, кто разобрался с любовью, начинают буксовать на определении понятия родина. Вы больше не русские в моих глазах. Вы мне больше не братья. Говорили нам люди, не разделяющие прозвучавшую точку зрения. Это, наверное, так приятно ощущать, что вот я народ, а все, кто со мной не согласен, враги народа. Или даже агенты вражеского запада. Вы не русские, если позволяете себе критиковать власть, которая защищает интересы государства. Говорят люди, не допускающие даже мысли о том, что их интересы могут быть не совсем интересны другой части населения страны, а могут даже наоборот восприниматься как угроза стране, а не как благо. Русские – это не тот, кто думает так же, как правительство. Национальность определяется местом рождения, не национальностью родителей, но никак не политическими взглядами. Если что-то не нравится, валите отсюда! А знаете, что я могу на это сказать? Я живу в стране с огромным потенциалом процветания. Мне нравится моя страна. Особенно мне нравится ее конституция. Согласно главному, основополагающему закону моей страны, я живу в государстве, где никакая религия не может быть признана главенствующей, где абсолютно все равны перед законом, где цензура запрещена, законодательные, судебные и исполнительные власти разделены и самостоятельны, а права и свободы человека стоят выше всего остального. И я готова защищать главный закон моей страны от тех, кто на него покушается, защищать всеми доступными законными средствами. А если кому-то не нравится такой расклад с главным законом, пожалуйста, выбирайте для жизни другую страну. Никто не держит. Хотя, конечно, отсылать друг друга куда подальше – это не дело. Лучше бы нам всем жить вместе здесь. Это замечательно и правильно, что все мы разные. Замечательно и правильно, что мы не согласны друг с другом и способны мыслить самостоятельно, мыслить независимо. Потому что страна – это не набор единомышленников, во главе с депутатами и президентом, святость которых не подлежит сомнению. Страна – это как большая семья, где папа может ошибаться, мама может проявлять эмоции, где есть неразумные дети, агрессивные подростки, не очень умные тети, не очень трезвые дяди. Но все они любят друг друга, и всех их объединяет именно родство, а не одинаклость взглядов. Мы вполне можем быть патриотами и братьями, без общего врага, без принудительного единомыслия, без цензуры в СМИ и без агрессии. Патриотизм – это любовь, дорогие мои соотечественники, не ненависть, любовь. Кстати, пока мы с вами рвали глотки и другие части тела в словесных баталиях вокруг Украины, наши депутаты четко, быстро и очень тихо, без публичных обсуждений, приняли поправки в налоговый кодекс. Они могут увеличить налоговую нагрузку на малый бизнес на 200 миллиардов рублей, более чем вдвое. Прощай, малый бизнес! Здравствуй, новый рост цен! Славься, великая страна!